Пути Господни неисповедимы Его подвижничество как земского врача, его неустанные исследования как ученого и анестезиолога и хирурга еще в молодости снискали ему признание в мире медицины После смерти жены в 1921 году ученый стал священником, а в 1923 году 45-летний профессор был пострижен в монахи с именем Лука В том же году его арестовали. Мой священный долг – учить людей тому, что свобода, равенство и братство священы, но достигнуть их человечество может только по пути Христову, говорит он на допросах Ну а далее началась бесконечная череда ссылок в Сибирь, где епископ и служил, и лечил Великий физиолог Павлов в те годы прислал ему телеграмму Всей душой сочувствую вам в вашем мученичестве Действительно, 20-е, 30-е и 40-е годы – это период жестоких испытаний, допросов, подлой клеветы Подвиг православного епископа в том, что он мужественно нес свой крест мученика, сохраняя во всем достоинство верного ученика Христа Во время войны он возглавлял Красноярскую и Тамбовскую духовные епархии наряду с местными эвакогоспиталями В 1946-м за научные разработки профессору мученику была присуждена даже сталинская премия Врач-архиепископ оставит хирургию лишь тогда, когда полностью ослепнет Умрет святитель в 1961-м году в Сеферополе Все его дети станут врачами и учеными И вот лишь пара строк из письма доктора богословия своему сыну Михаилу «В служении Бога вся моя радость, вся моя жизнь, ибо глубока моя вера Если бы ты знал, как тупый ограничен атеизм, как живо и реально общение с Богом любящих его Святитель, архиепископ Лука Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok